Государственная комиссия по вопросам развития Арктики образована в марте этого года в соответствии с указом президента. Она координирует решение социально-экономических задач за полярным кругом, развитие транспорта, экологии, международного сотрудничества. В Сочи чиновники собрались обсудить развитие коренных малочисленных народов и продвижение арктического туризма. Обсуждение проблем Арктики в Сочи не должно вызывать удивления, отметил Рогозин. Это вопрос всей России. Положение же дел в туристической отрасли Олимпийской столицы с членами госкомиссии поделился мэр Сочи. Я прекрасно понимаю уровень принятия решений. Это имеет важное геополитическое значение. Арктика – это зона притяжения интересов многих стран. Поэтому развитие территории за полярным кругом – это еще и способ утвердить наше присутствия в этой части света. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить Дмитрия Олеговича, организаторов сегодняшнего мероприятия, чтобы выбрали наш город. Город, который стал конкурентоспособным международным курортом, который работает круглый год. Туриндустрия сегодня – один из наиболее высокодоходных секторов мировой экономики, подчеркнул вице-премьер России. Известно и то, что доходы от туризма в общемировом экспорте товаров и услуг занимают второе место, уступая только экспорту нефти. В Арктике специфика своя, со своими перспективами, которые пока не востребованы. Но, по мнению экспертов, арктический турпродукт может стать рентабельным видом бизнеса. В развитых арктических странах туризм обеспечит до 10% занятости в высокий сезон. В некоторых регионах лидирует по вкладу в доходную часть местных бюджетов. В России же пока 75% всего въездного турпотока приходится, понятно куда. Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, сейчас Сочи еще. Но это все страна огромная, большая. И здесь этот вид индустрии надо максимально развивать. Обширные законодательные меры поддержки необходимо выработать и в вопросе развития коренных малочисленных народов Арктики, которые являются достоянием многонациональной страны, считает Дмитрий Рогозин. Поэтому наравне с активизацией транспортной и социальной инфраструктуры, за полярным кругом необходимо возрождать и народное творчество. Конструктивные диалоги по развитию Арктики ведутся и с зарубежными, в том числе и так называемыми сложными партнерами, такими как США. Сегодня же задача членов Госкомиссии – выработать основные направления работы. Результаты, в том числе и разработку законопроекта об Арктике, предметно обсудят 20 ноября на площадке Совета Федерации России. Следующее же заседание Госкомиссии пройдет уже в самой Арктической зоне. Галина Захарова, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.